5 причин начать смотреть корейские сериалы прямо сейчас Корейские телесериалы, дарамы, сегодня на пике популярности во всем мире. И дело не только в качественных съемках и хорошей игре актеров. Непередаваемый азиатский колорит и необычный подход создателей дарам стали залогами их успеха. Романтическая комедия может обернуться серьезной криминальной драмой, детектив психологическим триллером, а фантазийное полотно – милые истории о любви и прощении. Короче говоря, оторваться невозможно. И вот почему. Небанальные сюжеты В дарамах даже самые простые сюжеты переворачиваются с ног на голову и держат внимание. Казалось бы, что может быть проще мелодрамы про бедную девушку и богатого красавца? Ну, например, что он тысячелетний демон, который спас ей жизнь, когда она еще даже не родилась. А теперь только одна она может его убить. Понять другую культуру Зачем надо отворачиваться, когда пьешь со старшими? Почему корейцы рождаются уже годовалыми? Какой вопрос надо задавать другу вместо «как дела?» Кто такие Токеби? И откуда берутся девятихвостые лисы? Что не так с цифрой 4? Многие корейцы очень суеверны. Ритуалы на удачу, вера в духов и реинкарнацию – все это отражается в кино. Стиль Корейский уличный стиль сильно отличается от привычного нам. Он очень подвержен трендам, которые задают актеры и кей-поп-группы. Стоит какому-то айдолу поменять прическу, через неделю ее захотят все. Но это совершенно не значит, что все выглядит одинаково. Каждый тренд адаптируется под реалии жизни и может кардинально отличаться даже в рамках одного Сеула. При этом некоторые дарамы находят настолько сильный отклик у зрителей, что способны оказать влияние на экономику и продажи фирменных вещей. Сказочность Жизнь в Корее у большей части населения вообще не сахар. Высокое социальное давление, рекорды по долгам, трудоголизм, бедность – это все тоже Корея. И на контрасте с реальной жизнью дарамы помогают побывать в другом мире. Они всегда наполнены надеждой и верой в лучшее, почти как сказки. Увлекательность и завершенность Мы привыкли, что современные сериалы могут длиться десятилетиями, вводя все новые и новые сюжеты, которые далеко не всегда идут на пользу основной идеи. Отличие корейских дарам в том, что это почти всегда законченная история в один сезон, при этом до отказа, наполненная событиями, поворотами и развитием персонажей. В конце каждого эпизода так и тянет нажать кнопку «Смотреть следующую серию». А по окончании остается приятное чувство завершенности. С чего же начать смотреть дарамы? Вот топ-5 дарам для новичка. Монстр Молодой офицер полиции Сеула Хан Джувон приезжает в пригород и становится напарником мрачного Ли Дон Сика, которого все за глаза считают безумцем. Вскоре паре удается случайно отыскать одну из жертв маньяка, орудовавшего в городе 20 лет назад. Затем происходит новое убийство. Детективы уверены, что маньяк вернулся, но отец Хан Джувона, заместитель комиссара полиции Кореи, стремится замять дело, чтобы сохранить репутацию. История осложняется еще и тем, что главный подозреваемый в глазах Хан Джувона – его суровый и странный напарник. Силачка До Бон Сун В семье До Бон Сун по женской линии передается дар нечеловеческой силы, использовать который можно только во благо. В противном случае дар обращается в проклятие. Последняя обладательница сверхсилы – безработная Бон Сун. Молодой владелец компании и разработчика игр Ан Мин Хёгб случайно узнает о ее способностях и предлагает ей работу телохранителя. Кто-то постоянно угрожает Ан Мин Хёгу, а полиции он не доверяет, потому что решает во всем разобраться сам. И До Бон Сун ему в этом поможет. В это же время, недалеко от дома героини, происходит жестокое убийство, расследовать которое берется ее друг детства. Демон Могучий полководец Ким Шин проклят и обречен скитаться по земле, как демон, пока не встретит девушку с особым даром. Он находит ее спустя 900 лет странствий в корейской школьнице Джи Ын Тхак. Однако девушка оказывается потерянной душой. Когда-то Ким Шин спас ее вместе с матерью от неминуемой гибели. И теперь героиню преследует мрачный жнец смерти, который, кстати, снимает у демона жилье и стал ему хорошим другом. Судьбы всех троих оказываются связаны. И чтобы обрести счастье, героям предстоит пройти немало испытаний, принять сложные решения и даже раскрыть секреты своих прошлых жизней. Полная юмора и философии дарома о том, что нельзя построить будущее, не разобравшись с прошлым. История девятихвостого лиса Среди обычных людей в современной Корее живут сверхъестественные создания – волшебные лисы. В обличье простых мужчин и женщин они охотятся на окружающих, чтобы ни много ни мало съесть их. Защищает людей от напасти Ли Йон – девятихвостый лис и древний горный дух-хранитель. Ли Йон работает в иммиграционной службе загробной жизни в надежде встретить реинкарнацию своей возлюбленной, которая трагически погибла много лет назад. Вскоре в его жизни появляется Нам-Джи А, Единственная девушка, на которую не действуют сверхъестественные заговоры Ли Йона. Джи А – та самая реинкарнация первой любви Девятихвостого. Однако за любовь придется побороться, ведь в это же время к жизни возвращается дракон и Муги, главный виновник всех несчастий, выпавших на долю Ли Йона. У Джи Сун Ву идеальная жизнь. Она успешный врач, у нее крепкая семья. Она считала себя самой счастливой, а все вокруг называли ее безупречной. Но все рушится, когда Джи Сун Ву узнает, что ее муж неверен, и все давно знают об этом. Счастливая жизнь оборачивается ложью. Друзья-предателями – будущее туманно. Отомстить, развестись, продолжать жить иллюзиями. Что выберет Джи Сун Ву? Откровенная, местами жестокая история о жизни в браке. Адаптация британского сериала «Доктор Фостер» и самая популярная дорама в истории корейского телевидения. Все дорамы из этого видео и даже больше вы можете посмотреть на Иви. Ссылки в описании. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok